Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова. Участников массовой драки в Махачкале оштрафовали. Семеро граждан, участвовавших в конфликте в центре столицы республики, были подвергнуты административному штрафу в размере 2000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы. Напомним, что драка с участием примерно 40 человек произошла во вторник на пересечении улиц Долгатова и Карпмасова. Современную школу на 360 ученических мест открыли в селе Баршамай Кайтакского района. На церемонию открытия в село приехали почетные гости из разных городов и районов республики. Депутаты, начальники управления и ведомств, известные спортсмены и видные общественные деятели. В школе дали имя видного деятеля, просвещения Абдулы Качмасова, который внес огромный вклад в развитие образования в муниципалитете. В трехэтажном здании есть все для удобства учащихся и педагогов. Лифт, пандусы, душевые кабины, буфет и актовый зал. В классы закупили интерактивные доски с сенсорным экраном и выходом в интернет. На территории учреждения построено семь спортивных площадок – волейбольная, футбольная, баскетбольная, гонбольная, две детские игровые и теннисный корт. Безопасность обеспечивает ограждение по периметру здания, видеонаблюдение, круглосуточная охрана и арочные металлодетекторы. На случай пожара на всех этажах предусмотрена автоматизированная противопожарная система. Министерство образования Республики и Махачкалинская епархия наградили победителей Всероссийского конкурса педагогов за нравственный подвиг учителя. Всего на республиканский этап конкурса поступило 75 проектов. В них отражался опыт гражданско-патриотического развития молодежи. Конкурс проходил по номинациям «Нравственное воспитание», «Приобщение к обычаям родного края» и «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа». Педагоги, творческие, педагогические коллективы представляют на суд общественности свои работы, которые оцениваются очень компетентно квалифицированным жюри. И вот мы сегодня в торжественной обстановке наградили лауреатов этого конкурса, вручили ценные призы. Очень важно поддерживать наших педагогов, очень важно проводить данные конкурсы, чтобы каждый мог показать себя, что он умеет, какие у него есть знания, которые он может поделиться с другими, и другие могут принять эти наработки для дальнейшей реализации. Штурм аула Ахульго. Эскиз картины о событиях Кавказской войны известного художника Франца Рубо дагестанцы смогут увидеть в конце января. Панорама будет представлена в Музее изобразительных искусств имени Гамзатовой. Об этом стало известно на встрече председателя правительства Дагестана Булпатаха Амирханова и бизнесмена Камиля Халилова. Ранее предприниматель приобрел картину в лондонском аукционном доме, и накануне она была перевезена в Дагестан. 200 ребят из малоимущих семей в Дзербенском районе получили подарки в преддверии Нового года. Благотворительную акцию за счет мецената организовали социальные работники Министерства труда Республики. Они также вручили 50 новогодних пакетов со сладостями воспитанникам детского реабилитационного центра Дзербенция. Ребята, в свою очередь, порадовали гостей новогодним представлением – танцами, стихами и песнями. Роспотребнадзор по Дагестану опроверг информацию о распространении омикрона штамма в регионе. В пресс-службе ведомства уточнили слова Николая Павлова о якобы выявленном омикроне в регионе. Отмечается, что Павлов говорил в целом о стране, и на данный момент заболевших этим видом коронавирусной инфекции в Дагестане нет. Газета «Ас-Салам» подвела итоги деятельности за 2021 год. Мероприятие прошло в Махачкале. Здесь собрались не только сотрудники издания, но и представители власти, общественники, религиозные деятели. Как было отмечено, газета «Ас-Салам» в настоящий момент издается на 13 языках. Среди них английский, турецкий, азербайджанский и татарский. На мероприятии говорили не только о доброй миссии издания, но и отметили отличившихся своей работой сотрудников газеты. Среди распространителей издания разыграли две путевки на Святые Земли – Мекки и Медины. А для гостей звучали строки Корана и нашиды от известных исполнителей. Акция «Елка желания» прошла в Каякенском районе. Ежегодный марафон добра поддержала администрация депутатов, руководителей, сотрудники учреждений и организаций района. Дети из многодетных семей, сироты – все они заранее подписали открытки, где указали, что они хотели бы получить в праздник. Это была последняя информация об этом выпуске. Всего доброго и до свидания.